Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я познакомлю вас с судьбой и творчеством Василия Шукшина, советского кинорежиссера, актера, сценариста и писателя. Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в Алтайском селе Сростки в крестьянской семье. Отец работал в колхозе, был арестован на основании 58-й статьи в числе прочих участников антиколхозного заговора и расстрелян решением особой тройки, реабилитирован посмертно в 1956 году. Мать взяла на себя все заботы о семье. В 1943 году Шукшин окончил семилетку, в 1945-1947 годах учился в Бийском автотехникуме, в 1947-1949 годах работал слесарем-такелажником и разнорабочим на заводах Калуги и Владимира. В 1949 году Шукшин был призван служить в военно-морской флот. Сперва он — матрос на Балтийском флоте, потом — радист на Черноморском. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, который читал своим сослуживцам. В 1953 году был комиссован из флота из-за обнаружившейся язвы желудка и вернулся в село Сростки. В родном селе Василий Макарович сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в Сростинской средней школе. В 1953-1954 годах — учитель русского языка и директор школы сельской молодежи в родном селе. В 1960 году Василий Шукшин окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1956 году состоялся дебют Шукшина в кино, в фильме «Тихий дон». Первая работа Шукшина была эпизодической, в картине ему досталась совсем небольшая роль матроса. С этого матроса и началась кинематографическая судьба Шукшина-актера. Это послужило хорошим началом актерской карьеры, подтолкнуло к росту, и уже следующая роль Василия Шукшина в фильме «Два Федора» была главной. В своей дипломной работе из Лебяжьего сообщают Василий Шукшин выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Актерская карьера складывалась вполне удачно, Шукшин не испытывал недостатка в предложениях от ведущих режиссеров. Следующий его полнометражный фильм «Живет такой парень» был снят по мотивам ранее опубликованных рассказов классной водители Гринька Малюгин. На главную роль был приглашен однокурсник Василия Павгик Леонид Куравлев. Эта работа получила масштабный успех. Шукшина заметила публика и критики. Многим замыслом режиссера так и не суждено было сбыться, не дождалась разрешения на съемку двухсерийная картина, посвященная жизни Степана Разина и крестьянскому восстанию. Вместо этого Василию Шукшину поручили снять картину «Печки-лавочки». Фильм получил признание у критиков, которые писали и говорили, что роль Ивана Расторгуева была сыграна Шукшиным филигранно. 1973-1974 годы стали очень плодотворными для Василия Шукшина. Вышел на экраны его фильм «Калина красная». Картина получила престижные награды и положительные отзывы критиков. В 1974 году Шукшин принял приглашение сниматься в новом фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». Первая официальная супруга Шукшина и его односельчанка — школьная учительница Мария Шумская. В 1963 году он вступил в брак с Викторией Сафроновой, дочерью писателя Анатолия Сафронова. В 1965 году у них родилась дочь Екатерина. С 1964 по 1967 год Шукшин состоял в браке с актрисой Лидией Чащиной. В 1964 году на съемках фильма «Какое оно море». Василий Шукшин познакомился с актрисой Лидией Федосеевой. В этом браке у него родились две дочери — Мария, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга, актриса. Василий Макарович Шукшин ушел из жизни ранним утром 2 октября 1974 года в каюте теплохода Дунай в станице Клёцкой Волгоградской области на съемках фильма «Они сражались за родину». Параллельно Василий Шукшин успешно сочетает кинематографическую работу с литературной. Его книга «Сельские жители» была выпущена в 1963 году издательством «Молодая гвардия». Всего в творческом наследии Шукшина насчитывается два полноценных романа, при этом основная проблематика творчества полностью раскрыта в многочисленных рассказах и повестях, послуживших основой для последующих кинематографических замыслов. Фильм Василий Шукшина живет такой парень удостоен приза за жизнерадостность, лиризм и оригинальные решения по разделу художественных фильмов на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. Присуждена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, за художественный фильм «Ваш сын и брат». Государственная премия СССР, за исполнение роли в фильме «У озера». Главная премия за самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера на Всесоюзном кинофестивале в Баку за фильм «Калина Красная». Именем Шукшина названы улицы, театры, библиотеки в разных городах. С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся шукшинские чтения. Здесь же создан Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина. Дорогие друзья, спасибо всем вам за поддержку, если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. Всем здоровья, благополучия и больше оптимизма. Субтитры создавал DimaTorzok